У нас есть достаточно древние области мозга, которые тесно связаны с эмоциональной сферой и мышечным тонусом. То есть в животном мире, когда нет времени в первую очередь осмысливать угрозу, эмоция, она помогает мобилизовывать нервную систему на определенные реакции. И работа этой части мозга, ее неосознанная работа, то есть если вы никогда этим вопросом для себя не занимались и в детстве вам тоже не создавали специальных условий для того, чтобы ребенок сам это в себе развивал, упорядочивал, познавал. Получается реакция следующая. Определенная эмоция накапливается и рано или поздно начинает проявляться на теле, в данном случае разбираем мышечный тонус. И явление психосоматика характеризуется тем, что человек не давал волевой команды на какие-то напряжения или на определенный ритм работы внутренних органов, в других видео коснемся. А тело, тем не менее, готовится к той ситуации, к которой бы нужно было готовиться в живой природе. И готовится оно с полной ответственностью, то есть вопрос выживания. Так работает часть мозга, ответственно, собственно, за эти реакции. На примере эмоционально-волевого такого напряжения. Длительная подготовка к экзаменам, большая ответственность на работе. Груз ответственности, как бы выражение метафорическое, но тем не менее, как и к грузу, тело готовится выпрямляясь, со временем плечи начинают подниматься, человек их начинает принудительно опускать, не забыв сохранить свое перераспрямление. И к такой позиции можно привыкнуть настолько, что в ней ходишь постоянно. Покажем сзади. Из обычной позиции, из комфортной. Из обычной комфортной спрямляется лордоз грудной, дуга шеи кифоз тоже спрямляется, плечи участвуют в этом изначально на поднимании, но люди себя чаще всего одергивают. Одергивают они их вниз, не забывая сохранить напряжение. И разгибатели формируют, как говорится, что ты карандаш проглотил. Напряжение на седьмом шейном выступающем концентрируется огромное. Подъемники лопаток воют. То, что происходит с ромбовидными и межребренными мышцами, ну если руками вы это не мяли, то можете на себе попробовать промять, потому что им в таком состоянии очень плохо. Плюс человек теряет дыхание верхними тремя ребрами, потому что все это напрягается. Лучше расслабиться и не находиться в такой позиции долго. Так как спусковым крючком для подобной реакции является определенный эмоциональный фон, то возможны два способа войти в такое состояние. То есть, либо пиковое, очень импульсное такое, резким скачком переживания строго определенных эмоций, причем оно может оставить след на очень длительное время, это уже получается психотравма. Либо определенные эмоции может по капле, вода по капле камень точит, но может накапливаться, 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 из обычного человек постепенно выравнивается, постепенно выравнивается и все это может быть создано за раз, а может быть создано за год. Но сама реакция вот такого распрямления, тоже лучше расслабиться, она достаточно стереотипна. Поэтому существуют психосоматические карты, то есть какая эмоция, каким специфическим образом отражается на теле. Дальше возможны варианты. Если наступает истощение нервной системы, то поза подавленного, отсутствующего полностью всего, то есть отсутствие сил, отсутствие идей и прочее, скругление с опусканием головы и начинается эта реакция не так, как нам показано, начинается с опускания взгляда. Опускание взгляда тянет за собой опускание головы, вообще глаза очень сильно влияют на тонус разгибателя и не только разгибатель. Опустились глаза, опустилась голова, она за собой постепенно тянет верхний грудной отдел и рано или поздно человек может согнуться вот так полностью. Покажем спереди, чтобы было лучше видно. То есть глаза, голова и постепенно вот такая позиция. Причем сильно, допустим, до поясницы сгибания обычно не доходит. Лучше расслабиться, тоже не находиться. В зависимости от того, куда человек смотрит, поэтому можно вообще по движениям глаз можно оценивать текущий эмоциональный статус и, в общем-то, волевые качества. Взаимосвязи, направление взгляда с тонусом мышц, это отдельные взаимосвязи, не связанные с эмоциями, но в эмоциональной сфере они тоже участвуют. Другими словами, это то, что работает помимо нашей воли и даже осознавая и замечая это за собой, нельзя это вот по щелчку начать контролировать. Но регулярная практика замечания добавляет сюда волевого контроля и балансировки. Но чаще всего наступает не истощение, чаще всего наступает злость. Ну злость это тоже, в общем-то, признак истощения, но реакция другая. И на злость, как мы обычно реагируем? Расширяем спину, в этот раз уже всю, то есть до таза полностью. И смысл здесь не в том, чтобы казаться больше, а спина в целом укрепляется, потому что тело не знает, как оно будет реагировать, лучше расслабиться. Не знает, к каким угрозам ему готовиться, но явно нужно готовиться именно к угрозам внешним. Ну то есть бежать и драться, воевать и прочее. Что опять же происходит с дыханием? Напрягается вся спина, ребра используются для усиления каркаса, дыхание ограничивается, начинается дыхание усиленной диафрагмой, а верхнем грудном дыхании приходится вообще полностью забыть. Здесь есть негативная обратная связь. Без полного грудного дыхания очень трудно самому успокоить свои эмоции. Само по себе дыхание диафрагмой усиливает в нас, образно говоря, животное начало. Оно, конечно, немножко усиливает кровоток в животе, но цена вопроса, стресс зацикливается. Но это не самая крайность и если человека регулярно провоцирует, то будет уже реакция гнев. Гнев это уже атака и, соответственно, идет нагрузка у правши на правую руку, то есть уже уже о бегстве речи не идет. Соответственно, вся спина не нужна. Идет скрутка, защищенная поза, плечо идет на замах, ну рука соответственно. И ирония в том, что если человек не умеет драться, даже если это женщина, позиция будет все равно примерно такая же. Напряжение воли и напряжение мыслительных процессов достаточно тесно связаны с правой рукой, потому что мы правой рукой пишем, подписываем важные документы и большую часть вещей мы делаем правой рукой. Для левшей ситуация, скорее всего, будет симметрично, то есть на левую руку. При этом будут ли задействованы ноги и таз, зависит от подготовленности человека. Если человек в боевых искусствах, скажем так, уже успел набрать определенный опыт, он будет реагировать всем телом. Если нет, то напрягаться будет немного не так, а в секторе. То есть грудная клетка, плечо и может быть голова. При этом замечаете, что голова идет на скрутку. Слегка, слегка, совсем слегка скрученная шея, она чуть более прочна к каким-то толчкам, качаниям и прочему. Ну и напоминаю, что тело живет на своем уровне, готовится как в дикой природе, там бежать, драться, завоевывать добычу, защищать ее. Но в моей практике самым частым проявлением психосоматики является ситуация, когда среда, в принципе, среда, то есть круг людей, способствует тому, что любые эмоции подавляются. То есть будь это радость, будь это гнев, все что угодно. И эта ситуация очень характерна для детей и подростков. На теле все, если подавляются все эмоции сразу, то это контроль дыхания, контроль речи, спазм диафрагмы. Диафрагма уходит в спазм, но при этом первое, что теряется, это грудное дыхание. Потому что, чтобы было полное грудное дыхание, нужен очень хороший баланс полного грудного ребра и диафрагмы. То есть эмоции подавленные подавляются с помощью спазма диафрагмы, а подавляются сначала не сами, конечно же, эмоции, а их проявления, то есть там смех или слезы или что-нибудь угодно. По этому механизму диафрагма и спазмируется. Грудное дыхание разрушается, плечи рано или поздно начинают вворачиваться, такая общая, слегка круглая спина. Живот расслабляется, потому что нужно телу, ну что называется, чем-то дышать. КПД грудного дыхания упало, значит диафрагме нужно место в животе. Кстати, по этой же причине некоторые люди пытаются живот втянуть, не сняв спазм диафрагмы, разумеется, у них ничего не получится. И вот в этой позиции, сейчас она получится в своем максимальном гротеском таком проявлении, вот в таком положении, если действительно спазм диафрагмы и если он действительно имеет психологическую причину, особенно если это детская, абсолютно бесполезно совершенно пытаться человека выровнять, говорить ребенку там распрямись или там опусти плечи или втяни плечи или что-нибудь еще. Работает совершенно другой механизм. Ребенок все это попытается сделать и поэтому с легкостью он может иметь напряжение на выступающем шейном параллельно спазму диафрагмы. Потери. Потеряны лордозы, потеряно расслабление мышц, потеряно полное дыхание, вместе с ней выносливость, эмоциональная стабильность. Будут проблемы уже с органами живота без адекватной работы косых мышц. И так вот суть психосоматики в том, что она одну реакцию цепляет за другой, получается негативная обратная связь. Что делать? Для чего мы это снимаем? Если вы узнали себя в какой-то из этих форм, то психосоматическая реакция, это детская реакция, это реакция незрелого мозга. Если вы уже взрослый, достаточно обращать внимание, не пытаясь этим управлять, то есть что с моим телом не так? Почему тело себя ведет определенным образом? Чем больше обращаешь внимание на тело, тем больше, образно говоря, под влиянием сознания эти реакции, нейроны находят друг друга, нервные связи строятся, синапсы налаживают свою работу. То есть осознание в первую очередь снижает градус накала психосоматики в теле. Второе, поиск более конкретной причины. Почему? Тоже, то есть вот типовые реакции мы рассмотрели, можете себя узнать, понять. Третье, ни в коем случае не пытайтесь принудительно выровняться, потому что вы тогда наберете на себе все ситуации сразу. Можно напрягать вообще все тело и тратить половину кислорода на поддержание позы. Вместо этого надо расслабиться полностью. Не контролировать позу. Ну и конечно желательно валики применять или их аналоги. Когда мы расслабляемся, мы не снимаем психосоматику полностью, но позволяем мозгу обнулиться, то есть начать хотя бы строить нервные связи. Когда вы научились расслабляться, чаще всего вопрос именно психосоматики уже снимается, можно работать с психологией отдельно, с физикой отдельно. И когда вы поработали с физикой, только потом имеет смысл снова настраивать лордозы, кифозы. Ну мы так-то с валиками то начинаем с этого. И вот никаких вот, как сейчас опять получается, плоская грудная клетка. То есть мы должны работать в упражнении ходьба, в упражнении, как я показал, в обычной жизни. Как получится. То есть вот совсем как получится. Вот этих вот идей, вот которые здесь сейчас идут, спазмы, я их вижу. Вот эти все идеи надо бросить. И один из смыслов снимать это видео. Родители должны искать причину странного поведения детей, не пытаясь стричь какие-то внешние проявления. Потому что если корни не убраны, ну сами понимаете, сорняки будут расти. Если у кого дача была, то те знают. Остальные могут загуглить. И итоговая, хорошая, легкая, прямая, полностью симметричная осанка, это самая вершина работы. Когда вы построили фундамент, стены, это уже крыша и внешняя покраска. Вот тогда да. Тогда, пожалуйста, талия, плечи на своих местах, голова, тело готовится как бы в полностью уравновешенной позе, но сразу готово ко всему. К расслаблению, ну как к походу и бою есть такое выражение. А пока вы не достигли этого состояния, не стесняйтесь ходить, вот как только что была позиция согнута. Если есть такое состояние, то это неплохо какое-то время выразить эмоции через язык тела. И там еще есть много практик на эту тему уже специально, но будет в следующий раз. Поэтому симметрия наше все, но не сразу.